В это воскресенье в Столине отмечали День памяти трагически уничтоженной во время войны еврейской общины, а также других мирных жителей Столинщины. В мероприятиях, посвященных этому дню, принимали участие Пинская еврейская школа для мальчиков во главе с ее директором Мойшей Фима, представители Пинской еврейской общины, ветераны войны. До печально известного 1941 года Пинск на 75% состоял из евреев. Уже в августе 1941 начались расстрелы. Спустя год осенью было уничтожено Пинское гетто. В Пинске во время войны от рук фашистов и их приспешников погибли более 30 тысяч членов еврейской общины. Холокост затронул многие города и деревни бывшей советской страны. До сих пор события 60-летней давности болью отзываются в сердцах представителей различных национальностей. Свои пинчане считают беду, постигшую тысячи евреев, белорусов, русских, украинцев на Столинщине. Не только пинчане, но и жители других белорусских городов, а также представители посольств Израиля, Польши, Германии, Украины приехали на День памяти в Столин, чтобы разделить общее горе. Более 12 тысяч евреев, белорусов, поляков, русских и представителей других национальностей погибли на этой земле. 10 и 11 сентября 1942 года, когда евреи праздновали свой Новый год Роша-Шана, 8,5 тысяч столинских евреев были расстреляны и захоронены в урочище Стасина. Кровоточащей раны на телеистории стало это событие. Ведущие мероприятия, с которого начался День памяти, Татьяна и Михаил Чернявские, знакомили собравшихся со свидетельствами очевидцев трагедии, с жизнью Столинского гетто. Воспоминания его чудом спасшегося узника Михаила Насанчука, а также различные архивные материалы, стали конвой мероприятия. На ней выстраивались в историческую цепочку зверства фашистов, учиненные на Столинской земле. Урочище Стасина. Размеры могилы 350 на 25 метров. Здесь похоронены невинные жертвы войны. Женщины и дети, мужчины и старики. Никто не избежал расправы. Кроме 8,5 тысяч уничтоженных в Новый год евреев, на этом месте погребены 4 тысячи поляков, русских, белорусов, других мирных жителей многострадальной Столинщины, замученных и убитых с 1941 по 1944 годы. Вспоминать об этом больно и страшно, однако нужно. Ведь только память сможет уберечь нас от повторения ошибок истории, тех ошибок, расплачиваться за которые приходится целым народом. На территории Беларуси война унесла жизни почти 800 тысяч евреев. О масштабах трагедии можно судить по словам, прозвучавшим в День памяти Стасина. Жизнь еврея, жизнь любого человека – это целый мир. Какую же часть мира потеряли мы за 4 года войны? После реквиема участники Дня памяти отправились в деревню Рубель, к урочищу Барок. Там был открыт памятник 53 еврейским мужчинам, расстрелянным в августе 1941 года. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 и еду и воду, укрывали в амбарах. Но было много и таких, которые, пользуясь беспомощностью бедных женщин, плевали на них, били и насиловали. Некоторые умерли в дороге. Все считали их счастливыми, потому что наступил конец их страданиям с миллионами других еврейских семей. Начались ужасные дни, голодные лишения. Во время хавуки душа Тицца Голода вздохнула в последний раз. Все вдовы рубля скорбили по ней. Мы сделали тихие похороны, так как эсэсовцы запретили хранить. После семи часов вечера никто не смел показываться на улице. Все евреи, включая младенцев, должны были носить желтые звезды. Было запрещено разговаривать в тротуаре, идти по улице можно было только по ее среде, как скотине. Как-то раз наша тетя Гоня с детьми пришла к нам и рассказала нечто ужасное. Ее дети были зверски изнасилованы, когда ее угнали на работу. Наша маленькая хава, ей было 14 лет, и остальные дети, их глаза смотрели на нас и вопрошали, почему, почему, что мы сделали? Весной 1942 года, перед Песохом, фашисты в Столине начали создавать гетто. Мы голыми руками высоко установили конечную проволоку. Граница проходила по улице Польск, по леской от речки, далее по улице Дзержинского, унии Любильской, речки на запад города. Кругом были вывешены приказы. За нарушение режима — расстрелы. За выход из гетто — расстрелы. За общение с местными жителями — расстрелы. Мы получили приказ перебраться в гетто. С собой можно было взять только крайне необходимый скалы. С первых же дней мы окололились в тяжелый, жестокий быт. Скучность, теснота, оторванность от внешнего мира, страх расправы и, самое страшное, голод. Показатель смертности достиг 12 человек в день. Люди были раздутыми и деформированы от голода. Чаще других умирали дети. Ни у кого не вызывало сомнения, что мы попали в запольню, вырваться из которой практически невозможно. Каждый день нас выводили на работу. В основном копать канал Стасина, что в трех километрах от Столина. Нам говорили, что это в целях безопасности. Мы копали в наши собственные могилы. Нашей зарплатой было ежедневно ввезье кнутом, прикладами и нашими собственными лопатами. Мало-помалу мы были разрушены морально, умственно. И как я выживал, я не знаю. Ничего не обсуждалось, кроме еды. Все время, пока ты бодрствовал, мучило чувство голода, лишавшее покоя. Ум и воображение мутили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые в могиле были все еще живы и старались выбраться. Свежая, теплая кровь текла, и мертвые тела нажимали на все еще живых, которые исчезали в агонии. Сотни были похоронены заживо. Некоторые дети были только слегка ранены, и, наблюдавшие за расстрелом, и чувство жалости, чтобы дети не страдали, разбивали им голову лопатами. Никто живым не вышел. Реб Мойшеве, его брат Ошер, зять Янкель женами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и уважаемые представители районного исполнительного комитета Столина, мои коллеги и представители дипломатического корпуса, которые присутствуют, дорогие столинцы. 60 лет назад еврейский народ постигла страшная катастрофа. Было унесено 6 миллионов жизней. Почти 800 тысяч было унесено с территории Белорусской земли, с территории Белоруссии. 8,5 тысяч со Столинчиной. Сегодня здесь, в Столине, мы можем по-настоящему понять и представить, что такое катастрофа. Город или местечко, которое вошло в историю иудаизма, как одно из основополагающих мест, откуда берут свои корни целое большое направление, кармин-столинские евреи, целое направление хатеризмы. Все это было здесь 60 лет назад уничтожено. В книге книг еврейского народа, в Торе, в Ветхом Завете Библии, сказано, еврейская жизнь, жизнь любого человека, это целый мир. И если мы говорим сегодня об уничтожении 6 миллионов жизней, то масштаб катастрофы представить себе просто невозможно. Несколько дней назад весь еврейский народ во всем мире отметил Новый год, Роша Шана. И нас отделяет от Роша Шана 10 дней до самого главного дня для евреев, самого главного дня в году. Этот день называется Йом-Кипур. Судный день. День, когда Всевышний на небесах принимает решение записать человека в книгу жизни или в другую книгу. И в эти 10 дней, которые разделяют эти два события, каждый еврей, я думаю, что каждый человек, где бы он ни находился, обдумывает свои действия, взвешивает свои поступки, думает о тех деяниях, которые были совершены им за прошедший год, о том, с чем он вступает в Новый год. История евреев, вернее, трагическая история евреев, которая была здесь, на белорусской земле, не должна повториться. И я верю, что она никогда не повторится. И в преддверии Йом-Кипур я хочу пожелать вам всем, чтобы вы все были записаны только в книгу жизни, чтобы вы были счастливы, чтобы в ваших домах всегда были улыбки, всегда был свет. И свет не был только трагическим, как свет этих свечей, чтобы свет освещал вашу жизнь, и чтобы еврейская жизнь только продолжалась. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи, и, как говорят в Израиле, в следующем году в Иерусалиме. Спасибо. Я хочу представить еще двух человек, которые находятся также в этом зале. Это председатель Республиканской ассоциации узников гетто и концлагерей Трестер Михаил Абрамович. И глава постоянного представительства еврейского агента для Израиля Сахлут Варбе Шалом Якир. А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену президента Союза Белорусских еврейских общинных организаций и общин Левина Реанида Мендельнича. В году должен быть день в жизни. Должен быть день в самих себе, когда мы говорим правду, когда мы говорим то, что было. Вы знаете, в этом зале сидят люди, которых я уже видел, которых я уже узнаю. И я не буду повторять, что здесь говорили ведущие. Я хочу только сказать одно, что история иногда может и повториться. Вы знаете, что 11-го числа произошла трагедия в Толлине. Вы знаете, по сечению стояки, что 11-го числа произошла трагедия в Америке, где совершенно силы, которые как бы стоят вместе фашизм и терроризм. Нашей еврейской общиной Белоруссии выражаем искреннюю благодарность. Я выражаю благодарность вам. Я выражаю благодарность руководству города Столина, с которым я неоднократно встречался, который совершенно не только не думает о том, чтобы это повторилось, а который сделает все, чтобы никогда больше евреи, проживающие здесь, на этой земле, не испытали то, что они когда-то испытали. Напоминанием всем нам стоит скелет синагоги через дорогу. Этот скелет, он мертвый, но в народе говорят, «Если есть кости, то будет и мясо». Я убежден, что когда этот скелет обрастет жизнью и снова начнет теплиться то, что когда-то было на этой земле. Дорогие друзья, многие из вас здесь пожилые люди, молодежь, и я вижу, каким вниманием вы все слушали. Я глубоко убежден, что даже еврейская песня, еврейское слово напомнило вам о тех соседях, о тех, кто когда-то жили рядом, о русской земле, которая дала жизнь каждому из нас. Я сам родился в Белоруссии, я сам родился в Минске. Все мое поколение, все мое поколение жили на этой белорусской земле. К сожалению, сегодня я один. «Першить первую часть нашей церемонии позвольте поблагодарить от имени всех присутствующих администрацию Сторинского района во главе с ее председателем Пашкиевичем Владимиром Леонидовичем, а также заместителя председателя райисполкома Сидаревича Сергея Федоровича за огромную поддержку и помощь в проведении Дня памяти. Кроме этого, огромное спасибо за помощь в организации Дня памяти руководителям предприятий и хозяйств Солина и района Зельманчуку Николаю Захаровичу, Микуличу Алексею Васильевичу, Скулавцу Михаилу Владимировичу, Пашкиевичу Василию Александровичу, Лешкевичу Григорию Ивановичу. В проведении Дня памяти участвовали народный ансамбль народной музыки «Ватинанка» под руководством Петра Астапчука, музыку из кинофильма «Список Шинкера» исполнили для вас Жакун, Иван и Фердецкий Дмитрий. Кроме этого, в программе участвовала Смирнова Вера и вели ее мы, Чернявский Михаил, и я, Чернявская Татьяна. Огромное спасибо за внимание. А теперь церемония переносится в Стасино. Выезд через 20 минут. Автобусы стоят возле ДК. Мы всех вас приглашаем туда. Спасибо. 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 Ну, чтобы представиться, я бывший узник Минского гетто. Пробыл в нем от звонка до звонка около двух лет. Потом был в концлагере на широкой. Был одним из 15 тысяч евреев партизан белорусских евреев партизан. Вам известно, что в Беларуси было всего 430 тысяч партизан. Там побывать на нескольких памятниках. Это было под Борисом Бобруйском. Это было под Витебском, в Льозинском районе. Недавно я побывал в Одессе, в местах массового уничтожения евреев и не только евреев. И где-то дней 10 тому назад мне пришлось побывать в Киеве, на Бабьем Яре, где фашисты уничтожили их пособники, уничтожили более 30 тысяч евреев уже через 10 дней после оккупации. Совершенно не укладывается в нормальном человеческом мозгу. В категории таких событий можно отнести и фашистский ген. Тысяч евреев, уничтоженных Белоруссией. Кроме этих 800 тысяч евреев, уничтоженных Белоруссией, в Белоруссии было уничтожено более 2 миллионов людей других национальностей. То есть практически война прошлась по Белоруссии всеми своими колесами и всеми своими гусеницами. И сегодня, когда уже очень мало осталось евреев в этих маленьких местечках, в районах, поселках, очень отрадно, что все-таки восстанавливаются какие-то места, восстанавливаются памятники. И действительно происходит по Священному Писанию, что время разбрасывать камни, время собирать их. Время убивать людей, как говорится, и время чтить их память. Мы немногие оставшиеся в живых. Ничуть не хуже тех десятков и сотен тысяч, которые уничтожены, оказались. Просто нам так повезло. И вероятно, Бог дал нам такую возможность. Это все можно только, я не знаю, представить в страшном сне. Это первое. И второе. В таких местах особенно четко начинаешь понимать, что межнациональное согласие... Я не знаю, что ел. Но детство никогда не забудется. Было мне 13 лет, когда вот это происходило, это все здесь. И вот отсюда, когда вели колонну, убежало со столина три брата Гительмана. Их не слышно было месяц. Потом в рабочем поселке Речица, а я родом оттуда, там жил. Пришли они ночью, эти три брата, попросить лодку переехать через реку в деревню Ворони, в лесах хотели идти. И вот один нашелся там, я вам предоставлю лодку. И пошел не за лодкой, а пошел заявил. Вот. И утром, в ночь стрелы таки были, а утром я сказал, что на берегу лежат три трупа. Я зашел туда, это был ужас. Они лежали в нательном белье, вот, и я глянул, у каждого из них, вот, подлетали черепи. Из разрывных пуль их там побили. И эти три брата Гительманы, там они из-за реки. Это в Горине против кладбищ, метров тридцать от реки. Ну, потом, когда пришли мы уже после войны, то там все заросло. Я ходил там, искал где-то яма упадина, так я не нашел. Может, Тогоринский знает это все, или кто закапал их, то, может быть, вспомнить, то надо в речице раз спросить. Но там три брата. Вы знаете, в заключении я хотел... Рассказывайте о том, что вы сегодня здесь видели. Рассказывайте всем о том, что вы слышали. Потому что на этом месте в наши дни среди бела дня происходит нечто не очень понятное мне. То есть здесь, ребята, я понимаю это молодость, но они просто не стесняются, они ездят здесь на мотоциклах. Они даже не знают, что это могила. Они думают, что могила здесь. А это просто нечто. Я прошу вас, рассказывайте как можно больше, чтобы слышали, чтобы понимали, что здесь вообще за место. Я вам очень благодарен, что вы нашли время какую-то минуту и пришли сюда. И лишний раз это место опять встретило людей. То есть раз мы живые, приходим сюда, то поверьте мне, души тех, которые здесь лежат, они все это видят. Большое вам спасибо. На этом здесь мероприятие заканчивается. Сейчас автобус, который привез людей из Столина, Столинский автобус, он отвезет вас обратно в Столин. А все остальные поедут в Рубель. Там сегодня будет открытие памятника расстрелянным 53 евреям, которые были уничтожены в 1941 году. Все. Здесь есть т.к. Наши. Можи. Собяна, мы не сомневались бы, естественно. Но я не сомневаюсь. а не сомневаемся, Можи,ện vi, мы сомневаемся, а не уничтожены, а не уничтожены. Можи. Я думаю, я вас прошу. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нет. У нас многие там. Возили, хотя знали, что здесь захоронили люди. И вот мы с вами здесь должны были выступать родственники тех, кто здесь лежит. Но с известными событиями в США, вы знаете, что там произошло. Они просто не смогли приехать. Они написали письмо, которое попросили меня зачитать для вас. Деревнюю мельницу, которая помогала всем. И все его вспоминают только добрым словом. Вообще, здесь плохого я ничего не слышал. Я зачитаю вам письмо. Я хочу, чтобы вы немножко услышали то, что хотят люди передать из-за океана. Чтобы это дошло до вас. Жителям Рубля. Это было мечтой моей жизни. Приехать в Столин и увидеть своими глазами места, где радовался и печалился мой отец. Где он жил, где жили, любили и работали он, его семья, его друзья. Навести теми и тех добрых людей, которые помогли отцу избежать смерти. К сожалению, из-за случившейся трагедии в США, я и моя семья не можем сегодня с вами, быть с вами. Но этот день все равно очень знаменателен для нас. Мы не думали о том, что однажды будет возведен памятник забытым евреям Рубля. Мой отец при жизни никогда не поверил бы, что однажды евреи соберутся вместе с христианами в Столине и в Рубле, чтобы почтить память своих еврейских братьев и сестров. Это особый день. Рубель был домом более чем для пяти поколений Назанчуков. В начале 20-х годов мой дед построил здесь мельницу, и мой отец был на ней управляющим. На ней работали и мололи зерно жители Рубля и их пацаны. В одно время мельница даже служила единственным источником электричества вокруг. На ней также была единственная радиоточка, связывающая Рубель со всем миром. Мельница кормила нашу семью. Было важным для жизни простых крестьян. Впоследствии многие из работников мельницы помогли отцу остаться в жиле. Поэтому этот мельничный жернок на памятнике очень символичен. И с сегодняшнего дня он будет также знаком того, что евреи Рубля не будут забыть. Мой отец, его родственники и друзья из Рубля, Ботомля, Толина, Давид Городка, которые разъехались еще до войны, всегда вспоминали с любовью эти места. Несмотря на события Великой Отечественной войны, которые они будут всегда помнить, они не смогли бы забыть все то доброе, что давало им жить в этих местечках. Друзей, веселья и любовь, которые у них были, и прекрасную природу. Холокост никогда не сотрет это из их памяти. Благодаря рассказам отца я с детства живо представлял себе евреев Рубля. Это были музыканты, учителя, раввины, разнообразные ремесленники, плотники, мельники, кончары, корняки, пастухи. Я видел глазами отца шабаты и праздники в местечке. Дружные, щедрые. Христиане, соседи любили в шабатные вечера посидеть на скамейке у дома и понаблюдать, как зажигаются свечи в еврейских домах. Но это были рассказы для нас, когда мы были детьми. Тогда я не знал, что за этим всем стоит нечто не детское, и сердце отца сжимается от других воспоминаний. Став взрослым, я узнал то, что пережили евреи Рубля и Столик. И все волшебство исчезло. Теплота огня еврейских свечей в Рубле исчезла навсегда. До сегодняшнего дня. Это чудо, что этот памятник стоит здесь сегодня. Здесь жили добрые и любящие люди, которых постигла трагедия. И единственной ее причиной было то, что они были евреи. Мой отец никогда бы не выжил без помощи своих друзей в Рубле. Он рассказал нам об этом. Сегодня жители Рубля должны узнать, кто спас, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей. Это Авдей Андреевич Сирошик, его сын Федор Сирошик, Ольга Зиновчик, Макар и Леон Мамановичи, Александр Дмитровский. В настоящее время в Израиле в музее катастрофы Яд Вашем работает с демоарами моего отца и над другими документами, касающимися спасения моего отца, чтобы присвоить этим людям высокое звание праведников мира. Я не теряю надежды, что вскоре смогу сам приехать к Рубле и лично поблагодарить этих добрых людей от имени семьи и всех евреев. Я благодарю всех людей, которые помогли установить этот памятник. От имени семьи сердечное спасибо вам за то, что вы сделали. Я надеюсь, что этот памятник будет символизировать то, что может сделать безразличие и ненависть церилизованным людям. Спасибо вам всем за то, что вы сегодня здесь. Мира и любви вам. Мир на занчете. Нужно проснуться в душе что-то, потому что так жить больше нельзя. Нельзя смотреть косо. Нужно узнавать больше, и тогда жизнь будет лучше. Чтобы еврей это понятие не пугало людей, потому что люди пугаются самого одного слова. И когда задаешь вопрос, почему, они говорят, что мы ничего не знаем. Я хотел бы на этом как бы закончить, потому что здесь можно очень много говорить. Мы продолжим. И я хотел бы привозить, потому что мы рады им. То, что я сказал, когда мы пили с Толин, я считаю, что это не только. Как я вижу, что с Толин, я не знаю, что это не только. Толин, я не знаю, что это не только. Но то, что уходит из сердца, заходит сразу в другие сердца. Мы только слышали, как Миша Чернявский, который был первый, и полностью положил день и ночь, он и его жена Татьяна, чтобы восстановить. Это памятник один из красивейших памятников, который я видел, и особо такое место, Рубел, который для нас, это вообще новое название. Это не название, которое люди знают. Но наоборот, я считаю, что то, что вы все собрались сегодня здесь, вы нам показываете одно, что если вы были здесь во время, когда это случилось, это не было случилось. И наоборот, если вы могли все собраться здесь, и я уверен, что эти остаются на ваших руках, я уверен, что вы будете ухаживать на это святое место. Показать хотя бы наше максимальное старание, и ваше максимальное старание, которое вы могли сделать, чтобы памятник всегда была. И дети, и внуки ваши всегда знали, что евреи это не опасная вещь. И евреи роги никакие не вырастут. Наоборот, мы такие же люди, как вас. Мы такие же люди из одной и той же, что Бог создал. Все из нас опять не играет роль национальности. Опять не играет роль вверх. Вверх не играет роль в какой, это святой вещь. Вверх не играет роль в кому мы верим, это святой вещь. Вверх держит человек, что насторился человек. Дай Бог, что мы воспитывали наши дети и внуки. Таи кшепут, что любви полозжени, который мы так не будем, что вынени, не будем, драки, не будем. Он нас всегда вне дружба, месяц и святой вещь. Спасибо. Это немало на кибешь. И потом, вводим читат кадыш. Это тот молитв, который читается, постит того, как и клюди вверх. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...